Малефициум Стас, ты где? Уже почти 9 утра. Я в пробке. Какая пробка? Ты живешь в соседнем доме. Я... я не дома у родителей. Давай быстрее. Я уже в магазине. Все открою, но будь добр, выйти на смену. Ох уж этот типичный разговор с моим другом, а заодно и начальником с утра пораньше. Пришлось ему чутка приврать, ведь оправдание я всю ночь искал кольцо по пещере, было еще глупее. Я быстро собрался, позавтракал водой, чмокнул похрапывающую девушку и выбежал из дома, пожевывая орбит без сахара. По дороге я скинул подруге сообщение, что собака осталась без прогулки, потому что дрыхла. Это была полуправда. Она правда дрыхла. Где-то в 5 минут 10 я был в магазине. Внутри было два человека, без учета моей персоны. Мой друг Толян и уборщица, которая приходила по утрам. Не знаю, для чего это было нужно, ведь вечером пол мыл я. Но Анатолию Борисычу виднее. Он прочитал мне лекцию и пошел по своим делам, а я остался смотреть, как домывается чистый пол. Смену он уже открыл, мелочи положил. Осталось дождаться, пока уйдет тетя Глаша, и можно начинать читать комиксы. До обеда покупателей у нас не бывало, а то и до вечера. Зачем моему другу бизнес, где так мало клиентов? Для опыта, как он говорил. Для души, как мы все понимали. Он типичный сын маминой подруги. Ел, пусть и не на золоте, но золото в нашем городке вещь вообще была редкая. Пусть не без родительской помощи и не генетической лотереи, но многого добился сам. Основные его финансы шли с каких-то там перевозок. Я особенно не спрашивал. А магазин был попыткой реализовать свое хобби. Хоть как-то. Толян неудавшийся гитарист в рок-группе. Однажды его сбила машина, что-то пошло не так. И играть он уже не мог. Так что дружане открыл рок-магазин. Название говорить не буду, слишком смешное. А познакомились мы с ним именно из-за той рок-группы. Да еще и я ему помогал после аварии. А потом выяснилось, что у нас как раз родители общаются. Короче, как-то завязалось. Хотя, такие как он, по канону, не должны контактировать с такими, как я, конечно. Я продавец, читаю комиксы, задручу в РПГ, в генетическую лотерею, конечно же, проиграл. Однако, в одном я его обошел. Я отожил с девушкой, которую однажды встретил на их концерте. Нет-нет, я не играл крутые партии на басу или что-то вроде. Им звук настраивал. А она рисовала обложку первого и последнего релиза. И завертея. Короче, как-то начали жить вместе. А вот у Толяна ничего так и не было. Вернее сказать, он и за ручку-то не держался. Он вроде и общался и что-то предпринимал, но не хотели они его воспринимать. Не знаю, что не так. Я не специалист. Однажды, правда, его протутка лет 50 с обочины усиленно зазывала. Но мы тогда его собаку в ветеринарку возили. Так что, в любом случае, не до этого было. И вот привело это в итоге к тому, что... Ой, да они все не такие. Да это городские. Да фу. Да из деревни найду. Ой, да там красота-то, красота. Еще сверху какой-то бурды на ютубе насмотрелся. И там было уже не пробить. И ведь он нашел прямо из деревни. Глухого алтайского мухосранска. Из такой, что и на карте не поискать. При том, что не из самой деревни она уже вымерла. А где-то там рядом. В нигде, так скажем. Звали ее Аяна. А фамилию я никогда не воспроизведу. Вот Толя начал с ней переписываться. Иногда даже обычной почтой. Она ему фотки в конверте присылала. Вот, настоящие. Когда пленку проявляют. Себя. Как живет. Козу свою. Свинью. Мамку. Места из окрестного леса. Это, надо сказать, было очень необычно. Иногда они созванивались или списывались в сети. Она для этого специально выезжала за несколько километров. Внишне она явно была смесью алтайки с кем-то некоренным. Сложно сказать. Писала лучше меня. Впечатление было такое, что она на самом деле живет в каком-нибудь Барнауле. А остальное для атмосферы и легенды. Лучше бы так и оказалось. Дописались они, значит, до того, что эта девица приехала к своему молодцу. Маленькая азиатская девочка. Немного интроверт, но будто и правда вся жила в цивилизации. Интернетом пользоваться умеет. Про Моровин слышала. Я, в принципе, вопросов уже не имел. День. Они гуляли по городу. Он ей показывал наши достопримечательности. Площадь, рынок, статуя Ленина, я полагаю. А потом они посещали кинотеатр. Потому что там как раз шел Форсаж 15 в 3D. Анатолий мне это на следующий день все и вывалил. Как раз был понедельник. Я почти вовремя пришел на работу. А он даже не заметил. Такой был довольный. Ну, я ему все свои пошлые намеки и двусмысленные фразы. А он чуть ли не пяткой в грудь себя начал бить. Мол, буду жениться. Я тогда мысленно исполнил челадлайн. Но решил, что дело его. Долго ли, коротко, разосрались они. Я не знаю уж почему. Я и не спрашивал. Вроде он пытался рассказать. Но я как можно сильнее старался рассматривать бомжа. Так что не смог Толяновский спич услышать. И тут он выдает, что поедет к ней. Мол, за время общения он узнал у нее, где это и что. И поедет мириться и с семьей знакомиться. Я офигел от такого рвения. А потом офигел еще больше, когда он рассказал, как туда добираться. На каких собаках и где именно мы будем ждать Хеймдаля. Благословляю я его, значит, в добрый путь. А он начинает реквестировать группу поддержки. Стасян, да поехали. Когда ты был где-то за пределами области. Можно подумать, я был в области. Вот видишь, а там природа, горы, красота. Но, но я не могу. Я же это, работаю. Найдем тебе замену. Стас, не переживай. Будет у тебя отпуск. Оплачиваемый? Разумеется, я тебе все оплачу. И дорогу, и выпить закусить. Любой каприз в разумных пределах. Вечером я посоветовался со своей женщиной. Она дала добро. А сама вызвалась подменить меня в магазине. Складывалось все неплохо. Ведь она там могла спокойно фрилансить. И наш бюджет не терял ничего из-за моего простоя. Я созвонил со Столяном, который явно ждал не моего звонка. Но все же обрадовался новостям. Я выложил ему план. И он сообщил, что едем мы в 6 утра на поезде. Потом на электричке. Потом на автобусе. А потом Толя договорился. Что могло пойти не так? Поехать в отпуск в какую-то дыру? Я еще никогда так не ошибался. Я не знаю, сколько мы ехали и куда. Задница моя стала квадратной. Ноги болели. А тетки с раздачей в придорожных кафе уже казались клоном друг друга. Иногда мне сдавалось, что мы вернулись куда-то, где уже были. Но Толя говорил, что все правильно. И улыбался очередной буфетчице и просил борща и два хлеба. Закончилось это все глухой ночью. Когда алтаец за бутылку дорогой водки довез нас на буханке, видавшая русско-японскую, до финального места. Ночь, горы, деревья, какие-то постройки дотлевают угли в металлической конструкции вроде чаши. Из глубины леса слышны звуки животного мира, один из которых напоминал очередные крики новорожденного, что заставляло мои волосы вставать, сидеть и выходить. Видимо, Толя ориентировался по звездам, так как любой другой завез бы меня куда угодно, но не в искомое поселение. Вот прям сразу, с первого захода и... Дорогая, я дома. Толя бегал там по двору, как в дешевых мелодрамах. Аяна, Аяна! Я думал, на нас собак кто-нибудь спустит. Но нет. Вышла Аяна с книгой под мышкой и удивлением на лице. Толя пытался там что-то драматизировать, но она его увела куда-то в ночь. И я оттуда слышал только ее бормотание с нотками нравоучения. Вернулся с беседы Анатолий не особо довольным, но и не расстроенным. Сказал, что уехать Аяна сейчас не может, но и не сердится на него больше. Ну, ты, главное, Стосян, не переживай. У нас же отпуск. Отпуск. Четко две недели и обратно. Твоя тебя не потеряет. Если что, поедем в село. Там даже интернет есть. Здесь, недалеко. А че она уезжать не хочет? Да, матушка у нее приболела. В возрасте она. А больше позаботиться некому. Дело было совсем позднее. Нас довольно хорошо покормили. Мы сходили в баню. Я был готов уснуть уже где угодно. Дом был большой. Места хватало на всех. И удивительным образом спальня счастливой парочки оказалась наверху. А моя прямо рядом с комнатой, где почивала больная. Да еще и дверь никак не закрывалась. И мне начало чудиться, что она смотрит на меня из комнаты. Пришлось сдвинуть тумбочку и подпереть ей дверь. Плотно не получилось, так как петли давно перекосило. Как бы то ни было, стало спокойнее. Я поставил на зарядку телефон, благо электричество было. Хоть связь и отсутствовала напрочь. И отключился. Открываю глаза. Еще темно. Воет ветер, гроза, дождь. В стайке надрывается свинья и орут куры. Я тогда решил, что проспал апокалипсис. Ну, думаю, хрен бы с ним и повернулся на другой бок. Дома я научился спать под вопли со двора. Мамбл рэп из тачек. Драки соседей и прочие проявления нетрадиционной ориентации от фауны окружающего мира. В следующую секунду в соседней комнате что-то грохнуло. И я кубарем скатился с кровати, замотавшись в одеяло покрепче. Будто это поможет унять стук сердца. Так я и просидел почти до утра, пока не отключился. Из-за баррикады меня никто не видел в таком положении. А само помещение мебели я объяснил скрипом двери. Мама Аяны тоже сказала, что было тихо. Если не считать непогоду. Вернее, так перевела нам Аяна. Ведь ее маман по-русски знала слов 10-20. В комнате, где она спала, ничего не изменилось. Но я точно слышал грохот. Зато что-то произошло со свиньей. Мы нашли ее бездыханной с кровавой пеной у рта. Куры были в порядке, но как-то жались по углам. Коза вроде тоже чувствовала себя хорошо, бродя по округе. Мать Аяны сказала, что обо всем позаботиться, что типа свинья болела. Толян предложил, что может в хрюшку попала молния, что конечно было очень сомнительно. Пообсуждав смерть свиньи, мы позавтракали. И взяв еды и чай, отправились на озеро. Идти туда было часа два-два с половиной, но оно было красивое. Я даже расслабился и сделал несколько фотографий, чтобы потом залить в социалку. Там же, на возвышении, я смог поймать связь и отписаться девушке, что жив-здоров. Следующую ночь еще было хуже. Поднялся ровно такой же ураган, что и прошлый раз. В доме стоял грохот, что должен был пробудить даже мертвых. Но, подозреваю, поднял он только их. Ну и меня, чисто случайно. Я уже хотел выйти и посмотреть, как кто-то бросился на дверь. Один раз, другой, третий. Я услышал смесь странных звуков прямо из соседней комнаты. Вой, кваканье, рычание, шипение. Затем, нечто перестало кидаться на мою дверь. Оно начало ее царапать. И я клянусь, что видел, как в щель под дверью проникали длинные черные когти. Я бил по ним ногой. Но существо по ту сторону было все равно. Воздух заполнялся бормотанием и одурманивающим запахом, что плохо на меня действовало. Я упал без сил на пол. И нечто начало одерживать верх. Пришлось собрать волю в кулак, навалиться на хлипкую тумбочку и держать оборону до утра. Я не знаю, как я там выжил. Не знаю, спал ли я. Но допускаю, что срубался, потому что оно не всегда долбилось. Как бы то ни было, а утром все было в порядке. Только царапины на деревянном полу моей комнаты не давали мне соврать. А Ян увидела их, посмеялась, а потом, изменившись в лице, сообщила, что Толя заболел, и мы никуда не уйдем. Я були к нему, хоть она и отговаривала, но благо он относительно в порядке. Легкий жар, ломота в теле. Я предположил, что он просто накупался. Он сидел с кислой миной на кровати в их комнате. Пил травяной чай и вяло заявлял, что скоро очухается. Я, разумеется, заварил ему порошок вместо непонятной жижи из кружки. Он-то сын маминой подруги, он какие-то там таблетки с собой не носит, а я могу и от воздуха травануться. Так что у меня все с собой было. Благодаря моему вмешательству, к обеду Толя был уже более-менее. После завтрака, пока Аяна была занята здоровьем матери, Ая увел Толяна подальше. Мы сидели, жевали сыр, и я ему рассказывал про последние две ночи. Потом я его долго убеждал, что я ничего не принимаю, и что вокруг нас не растут никакие особенные грибы, и что я не ел волчью ягоду и даже нигде пиво не припрятал. Не сказать, что он мне сильно поверил, но все же принял решение следующую ночь провести у меня. Это он сообщил своей пассии, что ей не особо понравилось, но она согласилась. Меня удивило, что она не стала расспрашивать, зачем ему это. Толян ей там что-то наплел про мои мнимые припадки, и так я пополнил вереницу болезных. Манка, свинья, Толян и я. Третья ночь, и... да-да, мертвая тишина. Ни сверчков, ни цикад, никаких естественных ночных звуков. Не говоря уже о потусторонних, Толян повернулся на моей кровати и торжествующе посмотрел на меня, неизвергнутого на пол. Может, ты все-таки расскажешь, что принимал? Так, говорю же, что ничего. Видимо, это закончилось, чем бы оно ни было. Если вообще было. Да было, вот почему так тихо? Призраки не воют. Вообще никто не воет, даже ветра нет, как в космосе. Не знаю, не летал. Не передергивай. Мы еще поболтали какое-то время. И о моих странностях, и о погоде, и о различных фильмах в итоге. Вспомнили и ритуал, и ведьму из Блэр, и просто... Ведьму. Так и заснули. Не знаю, сколько прошло времени, но потом на меня свалилось везение, если это можно так назвать. Громкие крики птиц, которые вообще не ночные. Чайки, вороны, бог знает кто еще. Я открыл глаза и посмотрел в телефон. Три часа ночи. Толяну все это спать не мешало, а я явно утратил свой энтузиазм к шуму. Или просто мой инстинкт самосохранения выкрутился на максимум. В доме было тихо, так что я решился на вылазку. Отодвинул тумбочку, вышел в смежную комнату. Кровать, где спала мать Аяны, была пуста. Еще пара шагов и... Хрусть, хрусть. Включив фонарик на телефоне, я посмотрел на пол. Все было в мелких косточках. Видимо, куриных. Я присмотрелся и понял, что косточки выложены определенным образом. Затем я посмотрел вверх и убедился в том, что кости точно куриные. Ведь головы этих птичек были развешены под потолком. Даже не отрубленные, а скорее оторванные. Шум с улицы не унимался. Я подошел к окну и стал свидетелем довольно бредового представления. Мать вела свою дочь по направлению к бане. В руке у мамки была опалка, которую венчал череп. Я предположил, что черепушка была от той самой свиньи. Аяна, похоже, не совсем хотела идти. Но мама ей что-то вещала. Девушка не поворачивала назад. Так они скрылись в бане. Я почесал голову и пошел будить друга. Кратко я ему объяснил, что происходит. Он не увидел в этом ничего ужасного. Но все же решил, что женщина тронулась умом и может дочери навредить. Так что мы пошли спасать его принцессу из заточения. Подходим мы к бане, а открыть ее не так просто. Каким-то образом за короткое время ее оплел толстенный плющ, наглухо запечатавший дверь. Рядом на улице был топор. Толян сбегал за ним и уже с испугом, глянув на меня, начал рубить лианы. Они поддавались. Я дернул дверь. И Толя с топором влетел в баню, а я следом. Не знаю, что думал Толя в тот момент. Я думал ни о чем. Потому что мой мозг такую хероту просто не обрабатывает. Ноги подогнулись. Я сел и спиной пополз назад на свежий воздух. Внутри, в пару, в духотище. Голая женщина и голая девушка поливали друг друга кровью. А за всем этим следила гигантская жаба. Не такая, что сложно в аквариум запихнуть. А такая, что непонятно, как в баню-то зашла. Именно, что зашла. Жаба стояла на задних лапах, как человек. Ее глаза посмотрели на нас, а затем и мать Аяны обернулась. Подняв такой лютый вой, что заглушила всех окружающих птиц. Толя повел себя по-героически. Вытащил свою девушку из цепких лап ее мамки. Хотя, может, ее жаба держала. Я не рассматривал. Замотал в полотенце. Вытолкал наружу. И заорал мне, чтобы я уводил ее в дом. Я так и поступил. А он кинулся внутрь банного ада. Я сидел в доме. Смотрел, как Толя тащит на плече в дом голую старуху. Смотрел, как горит баня. Иногда поворачивался на Аяну, которая сидела на кровати ее матери. Покачивалась и что-то бормотало. Она все еще была вся в крови. Я чувствовал этот запах. Меня мутило. Или это просто от пережитого. Я уже и не знал. Толя кинул старуху на кровать возле ее дочери. Она не сопротивлялась. Но вся как-то корчилась. Постоянно что-то бормотало. Сгребало воздух длинными ногтями. Что с ней? Я ее пытался ворубить, если честно. Да фиг там. Она в ступор впала. Повалилась на пол. Ни на что не реагирует. Но и сознание не теряет. Зато перестала пытаться выцарапать мне глаза. А что с... Она просто смотрела. Смотрела, как я поджигаю баню. Ему было все равно. Что это было вообще? Я... Я особенно не уверен. Там было темно. Давай просто сойдемся на том, что тебе по ночам не мерещилось. Тоже пойдет. Мы условились валить, как солнце встанет. По той грунтовке, по которой нас везли. Возьмем еды, сколько есть. Попробуем забрать Аяну. С этими мыслями просто сели и стали ждать. Мы молчали, так как бормотание и крики хозяйки дома были уже избыточным шумом. В один момент все пошло прахом. Я сбегал налить водички на кухню, а Толя или задремал, или что, но этого хватило. Аяна подскочила с кровати и бросилась бежать. Прочь из дома, в лес. Я крикнул Толяну, что бежал за ней, а сам хотел схватить топор, который все еще лежал возле кровати. И тут цепкие лапы старухи сжали меня в смертоносных объятиях. Я обернулся по сторонам в поисках помощи, но Толя уже покинул дом. Я был один на один с тем, кто пугал меня по ночам. Да, я узнал ее по отличительной особенности. Ее длинные кривые ногти начали удлиняться еще больше, превращаться в черные тонкие острые когти, похожие на смеси голок и паучьих лапок. Она кричала, смеялась, как гиена, плевалась мне в лицо. И ее когти все сильнее покрывали мою кожу. Однако я как-то вывернулся. Мне тогда пришла в голову мысль, что топором ее рубить бесполезно. И я вспомнил кучу сказок, которые я читал. Так что от табуретки была отломана ножка, и эта ножка пронзила тушу орущей и рычащей старухи. Даже не знаю, откуда у меня столько силища-то взялось. Наверное, адреналин. Она сразу стих... Она сразу стихла, и тут же начала съеживаться. Когда я скидывал ее в подпол с соленьями, то она была уже не больше кошки. Черной, будто обуглившейся, лысой кошкой. Лишь ее когти поблескивали до последнего. Я с топором кинулся искать Толю. Я бегал по лесу, стараясь не терять дом из виду. И не переставал его звать. В тот момент я увидел гостей, которых хозяйка дома, я полагаю, ждала больше нашего. Люди, будто разрезанные пополам и согнутые, чтобы могли передвигаться. Они прятались за деревьями и иногда перебегали мне дорогу. Одна рука, одна нога, один глаз. Толяна нигде не было, я рискнул зайти дальше. Там я увидел гостей посерьезнее. Существа, полностью прикрытые седыми волосами, что было видно лишь серые узловатые руки, да злобные глаза, которые светились через проплешину. Иногда глаз был один. Нечто летало над их верхушками деревьев, издавая кошачьи вопли. Но я не рассматривал. Конечно, было бы круто их всех заснять на телефон. Но я не герой фильма в жанре «Найденные пленники». И оно явно к лучшему. Я вышел к озеру, где мы пару дней назад все так весело проводили время. Там стоял Толя, который находился в состоянии шока. По другую сторону озера собрались козы, среди которых была и та, что я видел ранее. Они сбились вокруг огромного козла с красивыми рогами. Я подошел ближе. Я услышал голос Аяны. Она что-то пела, красиво, напугающе. Я еще чутка приблизился, но Аяну так и не увидел. «Толь, ты видел эту жесть в лесу?» Он молчал. «Толян!» Я проследил, куда он смотрит. Взгляд был направлен прямо в озеро, на какой-то черный островок. Чудесным образом я не потерял телефон. Я подсветил им водную гладь. И меня опять начало подташнивать. Толя смотрел на ярко пульсирующее легкое, которое наворачивало круги, будто рыба. И пела ему песни голоса Аяны. «Толь, что это?» «Я... я не уверен». «Оно поет?» «Видимо...» «Видимо Аяну превратили в это... в эту штуку. Мне надо подумать, как ее спасти». И он полез в озеро. «Толян, не делай этого! Пошли отсюда!» Он меня не слушал. «Толя, хорош!» Я кидал в него камнями. Ему было все равно. Он схватил легкое и пошел с ним на берег. Легкое в ответ схватило его. Обмотало длинными щупальцами и начало тащить обратно. Присмотревшись, я понял, что это не щупальца. А лианы. Типа тех, что были на бане. Вдохновившись таким фактом, я кинулся на помощь другу, ведь у меня был верный топор. Пока я до них добрался, оно изменилось еще больше и отрастило голову Аяны с одной из сторон. Голова вцепилась зубами Толи в шею. Он пытался бросить свой груз. Я пытался бить топором полианом. Но голов становилось все больше, а щупальца набирали в толщине. У Толи закончились силы. Его потащили дальше, в глубине. Так мой друг пошел на дно вместе с монстром, который все время безумно и многоголосо смеялся. Смеху вторили и все те, кто были в лесу. Дальше я бежал. Мне никто не препятствовал, хоть их и было очень много. Надо сказать, глупая идея, бежать не разбирая дороги в подобном месте. Не делайте так. Я бежал, пока не взошло солнце. А потом начал искать место повыше. Мне повезло, я поймал не просто связь, но даже интернет. Как выяснилось, что нахожу возле некого населенного пункта. Оттуда я уже позвонил во все инстанции. Полиция нашла Толю. Они сошлись на версии, что он утонул сам и был обглодан рыбами. Других вариантов не рассматривали, хотя на похоронах я видел, что следы человеческих зубов так и не смогли нормально замазать. Хозяек дома найти не смогли. Кровь на кровати и орудие убийства могли, конечно, подвести меня под трибунал. Вот только кровь не была человеческой. Я так понял, что они не смогли установить принадлежность, но она была именно животного. В доме, кстати, официально никто не проживал. Не были найдены какие-либо документы, и полиция сошлась на том, что мы стали жертвой местных бандитов или какого-то подобного. Не могу сказать, что я стал спать спокойно, как раньше, но радует, что от меня отстали, и что меня никто не подозревал. Я теперь могу спокойно посещать своего психолога, рассказывать ему о своих беспокойных снах и бредовой яве. Но есть кое-что, о чём я молчу. Когда я уже был дома, я понял, что телефон я всё-таки где-то посеял. Сначала я просто пожалел, что потерял фотографии красивого озера и другой природы. А потом кто-то начал присылать короткие видео под аккомпанемент хриплого дыхания. На записи был тот дом, внутри и снаружи. Остатки бани, лес. Я всё думал и думал, кто же такой нашёл мой телефон, и как он заморочился, чтобы всё это отослать. Ведь связи там практически не было. Потом пришло новое видео. Последнее на сегодняшний момент. В кадре было озеро и козлы, верно пощипывающие траву. И в самом конце, буквально пару секунд, можно было услышать ту самую песню. Ну что ж, друзья. Есть такая поговорка, любовь зла, полюбишь и козла. Вот. Но тут только в другом направлении. Я не понимаю. Я бы хрен бы поехал куда-то там за 3-9 земель. Любовь, любовь, любовь на расстоянии. Я вот не верю в любовь на расстоянии. И видите, как оказалось. Так что ай-яй-яй. Не стоит, как говорится, доверять всем своим чувствам. Особенно сердцу. Потому что оно не всегда говорит вам правду. А мы на этом с вами, как и всегда, не прощаемся. Не забывайте подписываться, кто ещё не подписан. Ставьте большой палец вверх. Пишите своё мнение в комментариях. И услышимся в новой истории. Субтитры сделал DimaTorzok